Здравствуйте, друзья! С вами 3D News Daily, а это значит, что пришло время для свежей порции интересных новостей из мира хай-тек. Слухи о том, что Apple делает свой автомобиль, витают в воздухе уже довольно давно, но достоверного подтверждения они до сих пор не получили. Не случилось этого и вчера на устроенной изданием The Wall Street Journal пресс-конференции, однако Тим Кук не мог оставить публику без новых намеков. Гендиректор Apple заявил, что автомобильную индустрию ждут большие перемены. Программное обеспечение играет в машинах все большую роль, автономное управление обретает все большее значение, да и переход от традиционных двигателей к электрическим является необходимым шагом. Кто знает, может все эти пространные рассуждения и не рассуждения вовсе, а завуалированный список особенностей полумифического яблочного автомобиля? Гадать на кофейной гуще дело неблагодарное, так что давайте перейдем к более конкретным вещам. Например, к анонсам Lenovo. Китайцы представили обновленную версию своего 27-дюймового планшета, теперь он называется Yoga Home 900. В прошлом у этого монстра были трудности с самоопределением, но теперь в Lenovo дали ему четкую цель и смысл существования. Отныне это домашняя машина для развлечений, в которых может принимать участие вся семья. Планшет поставляется с ворохом предустановленных приложений, в число которых входит цифровая настольная стратегия риск, очень увлекательная, кстати, шахматы International Chess и графический редактор Crayola Spain, позволяющий рисовать виртуальными мелками. В списке аксессуаров по-прежнему есть круглые биты для аэрохоккея, такого, пожалуй, не предлагает ни один другой планшет. А если надо, то Yoga Home 900 может играть роль полноценного десктопа. При переходе в вертикальное положение сенсорный интерфейс Lenovo Aura уступает место настольной Windows 10. Весит новинка, впрочем, те же 7,5 килограммов, так что назвать ее портативной можно с большой натяжкой, но три часа от батареи она все-таки проработает. Ну а под капотом вы найдете процессор Intel Core 5-го поколения вплоть до i7, до 8 гигабайт ОЗУ, гибридный жесткий диск емкостью до терабайта и операционный видеочип GeForce 940A. Цены на Yoga Home 900 стартуют от полутора тысяч долларов. Если убрать из названия слова Home, получится просто Yoga 900. Новый ультрабук, который можно назвать наследником прошлогоднего Yoga 3 Pro. Вместо обычных петель, как и на предшественнике, применяются хитрые поворотные шарниры, а вот начинку обновили. На смену процессора Core M пришли i5 и i7 шестого поколения, а объем оперативной памяти теперь можно увеличить до 16 гигабайт. Из-за этого ультрабук слегка раздобрел. Его масса составляет 1,3 килограмма, а толщина 14,9 миллиметра. А вот экран остался прежним, это все та же IPS-матрица с диагональю 13,3 дюйма и разрешением 3200 на 1800 пикселей. Купить Yoga 900 можно будет позже в этом месяце по цене от 1200 долларов. Больше новостей ищите на 3dnews.ru и не забудьте лайкнуть видео, если вам понравилось. До встречи, друзья!